Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами откроем шерман то ли лозы, то ли лозы, не знаю как правильно, кто знает, напишите пожалуйста в комментариях. Ну а перед тем, как мы с вами это сделаем и выкатим его на первый мой бой, ну и возможно на второй, посмотрим как пройдет первый, я хотел бы попросить каждого из вас, кто смотрит мои видео, но еще не подписан на канал, сделайте это пожалуйста. Для вас это абсолютно ничего не стоит, а для меня это возможность развития моего канала, ну и соответственно реализация моей мечты, а именно создать канал, на котором люди будут смотреть качественный контент в руках честного танкиста. Итак, ребят, мы сейчас откроем шерман лозы, у кого-то он есть, у кого-то нет, многие обзорщики уже сделали обзоры на этот танчик, и много раз его выкладывали в разного рода ивентах разработчики, для меня это первый опыт. Сейчас я открою его и заработал я на него абсолютно честно, выполняя БЗшки, и попробуем его закатить в бой. Ну а пока мой запрос обрабатывается, хотелось бы обратить внимание, вот он уже обработался, хотелось бы обратить внимание, что шерман, он, ну лозы или лозы, давайте будем назвать его шерман лозы, а там дальше будет видно. Итак, шерман лозы, что он для меня из себя представляет изначально? Да я бы, честно говоря, сказал, что в принципе ничего, потому что все танчики, которые на него похожи, меня абсолютно не впечатлили, ну, в целом. Был один, про него я сниму отдельное видео и выложу на канал, возможно я его уже снял, а значит заходите на мой канал и посмотрите его. Итак, что я хочу сказать. Дело в том, что меня, честно говоря, вот смущает вот эта вот заурядность разработчиков в отношении дизайна всех вот этих вот похожих между собой танков. Ну, честно говоря, когда у тебя куча плюс-минус похожих по характеристикам машин в ангаре, и плюс еще и плюс-минус похожих по внешнему виду, ну, не считая вот этого товарища, на котором играет и чувствуешь себя абсолютно полным идиотом, ну и реально можешь честно говорить, ребята, я олень. Но они все похожие, у них очень похожие характеристики. У кого-то пушка более, там, скорострельная, но с меньшим уроном, у кого-то пушечка с большей скоростью перезарядки, но с меньшим уроном. Но в целом это плюс-минус похожие машинки, все друг друг друга. Ну и как минимум я пробовал их без Шермана Лозы, и, соответственно, могу сказать только то, что, ну, они картонные до безобразия. Ну, по крайней мере, мое субъективное мнение, возможно, данный Шерман меня немножко переубедит в этом. Сейчас я очень быстренько поустанавливаю, так как мне это нравится в бою, все вот это дополнительное снаряжение. Добавим себе немножечко голды, вот так вот просто, что называется, на Абум. Понаустанавливаем всю вот эту вот дребеденьку. Ну, как-то вот так вот будем надеяться, что в бою нам это поможет. Спасибо большое. Итак, закатываемся в первый бой на Шермане Лозы или Лозы, и посмотрим, что этот танчик собой представляет. Мне, честно говоря, ну, прям не терпится его заценить. Итак, ребятки, пока мы заходим в бой, хотелось бы сказать, что перед тем, как открывать Шермана, я сравнил его с другими танчиками, и больше всего он оказался похожим по своим характеристикам на Рудольфа. Рудольф, танчик, он крайне стрёмный какой-то по дизайну, ну, по крайней мере, по моему скромному мнению. Мне он не нравится абсолютно. Всё-таки танчик, он должен выглядеть как танчик, ну, а не как какой-то дурачок в игре. Что же касается по техническим характеристикам, то вот на Рудольфа Шерман больше всего похож, но во многих вещах он чуть-чуть лучше. У него чуть-чуть лучше скорость сведения, у него чуть-чуть лучше, если я не ошибаюсь, скорострельность, ну, и ряд каких-то там маленьких других показателей. Но всё это циферки. Мне почему-то кажется, что играться он будет ничем не лучше, ничем не хуже, чем Рудольф. Я неоднократно сталкивался с тем, что когда ты открываешь... Ну, спасибо, друг, но не надо меня подталкивать, я сам зайду. Дело в том, что, сталкиваясь с новыми какими-то танчиками из ивента, я неоднократно обращал внимание, что данные машинки играются очень хорошо, как только вы открыли её, да, то есть как только вывалилась машинка в ивент, или в ближайшие, там, ну, скажем, несколько недель после того, как ивент закончился. Как правило, это до двух недель, по крайней мере, по моему субъективному ощущению, ну, в игре. Мне кажется, это связано с тем, что машинки, выкладывая в какие-то ивенты, разработчики изначально наделяют какими-то техническими характеристиками, да, всё это циферки, которые спрятаны от глаза обычного обывателя, и эти характеристики номинально в характеристиках танка абсолютно не меняются, ну, типа танк не нерфит, но по факту где-то у себя там в программном коде явно что-то подкручивается, потому что, имея опыт игры на многих прем-танках, которые я зарабатывал честным трудом в ивентах, не вкладывая там дополнительных каких-то денег, я обращал внимание, что вот когда ты берёшь этот танчик первый раз в руки, первый раз на нём отыгрываешь, ну, это прям имба, знаете, такая, в своё время, когда появился после апа, по-моему, ПЗ-5-4 он называется, танчик пятого уровня средний, он просто был имбовый, то есть у него была такая скорость перезарядки, у него была такая манёвренность в бою, он реально наносил такой бешеный просто урон тараном и настолько легко разгонялся для того, чтобы этот таран произвести, что на этом танчике я гонял, но чуть ли не каждый свой бой получал огромное количество удовольствия. С прошествием времени я обратил внимание, что танчик начинает потихоньку сдуваться, посмотрел на технические характеристики внутри самого танка в ангаре, и, ребят, там ничего не поменялось, но ощущения от игры реально такие, как будто бы ты, ну, вот прям, не знаю, играешь абсолютно на другой технике. Итак, ребятки, прошёл наш первый бой на Шермане, ну, первый бой для меня, возможно, для кого-то эта машинка давно уже обкатана и забытая. Что хочу сказать, 892, ну, 892 единица урона как бы неплохая. 5 икс, сколько там опыта чистоганом, даже не буду заходить смотреть. Что касается по фарму, а это всё-таки у нас премиумный танк, 37 косарей мы с вами накосили, практически ничего не сделав. Я думаю, что хорошо отыгрывая на этом танчике, можно косить по 50, по 60. Ну, это моё субъективное мнение и такое ощущение дробь предположения. Что же касается нашей результативности в бою, мы заняли второе место, и существенно от нас оторвался квас, который действительно красавчик молодец. Накосил 1800 урона, ну, а, в принципе, для кваса это, в принципе, нормальный показатель. Что могу сказать, как первое мнение о Шермане, я даже не буду заходить на нём в второй бой. Скажу следующее. Как халява, ну, нормальный годный танчик, на котором можно пофаниться, немножко пофармить, особенно если у вас нет голдишки и, в принципе, живых денежек на то, чтобы закидывать в игру и открывать более годные премтанки. Безусловно, на шестом уровне есть более годные премтанки, чем Шерман, но если на халяву вы его получили и другого себе пока позволить не можете, ну, в принципе, нормальный танчик. То же самое, что и Рудольф. И мне, честно говоря, больше даже Шерман понравился, чем Хайскор, но Хайскор это всё-таки пятёрочка и с совсем другими техническими показателями орудия, движения и всего остального. Картон картоном с плюс-минус быстро перезаряжаемой пушкой, но пока вроде бы неплохо, посмотрим, что с ним будет дальше и насколько его после вот этого ивента будут нерфить втихаря от нас. Ну, это моё субъективное мнение, возможно, разработчики этими не занимаются, но тогда, дорогие разрабы, приношу вам свои искренние извинения, возможно, мои личные ощущения отличаются от реальности. На этом, дорогие друзья, всё. Это был мой первый обзор на Шерман Лозы или Лозы. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и ещё раз, подпишитесь, пожалуйста, на канал, если вы смотрите мои видео без подписки. Вы очень существенный вклад сделаете в развитие моего начинания в виде данного канала, а я буду радовать вас новым и, надеюсь, интересным для вас контентом. Всего хорошего, всех благ, мира, ну и фантись в танках.